Моя программа на сегодняшний день, она с машиной, я без машины. Вы часто у вас довольно бываете, чаще в других регионах, где в Одессе любите покушать? Ну, компот, конечно, это место, которое привлекает такой традиционной, но при этом одесской колоритной едой. Еще на даче тоже любим побывать. Такое место необычное. У меня такая, в этот раз поездка, она связана и со встречами, я немного отдыхаю, поэтому, наверное, позволю себе, может, пару килограмм лишних набрать, не знаю. Сегодня чек забьет? Ну, вчера у нас в саду, нас было четверо, мы заплатили, по-моему, 1600 гривен. Окей, три главных одесских скандала-темы, которые доходят до Киева и там у вас обсуждаются. Ну, главное, это, наверное, связанное с заводом Граяна. Я думаю, это тема, которая номер один в киевских масс-медиа. Кроме того, это контрабанда и это схемы на одесской таможне. Третье, я думаю, это зеленый театр. Вот это вот попытки сделать город удобным для людей, комфортным для жителей, они требуют постоянного вдавления со стороны населения, со стороны, в том числе, креативного класса, который должен, я убежден, в Одессе поселиться, да, потому что у вас для этого очень много создано, чтобы айтишники, художники, дизайнеры, чтобы здесь базировалось, что-то был такой южный хаб для этого креативного класса. Соответственно, этот класс со временем задает вопрос. Мы хотим, чтобы были удобные развязки, был удобный транспорт общественный, чтобы было меньше загазованности, чтобы было удобнее перемещаться по городу. И, соответственно, со временем это давление на власть будет оказаться. Поэтому я бы сказал так, что зеленый театр в этом случае – это такое ядро этого движения, которое важно культивировать не просто в интересах этих художников или артистов, а в интересах всего города. Как вы уже сказали, в субботу ваша супруга Анастасия играла в нашем главном электронном клубе одесском в порту. Как вам вообще тусовка наше местное? Не кажется ли провинциальной на фоне Киева, пока у вас там просто технобум происходит и клоузеры и схема? Ну, смотрите, мне приятно. Во-первых, мне интересно это обсуждать в телеэфире, потому что это тема, которая редко звучит в Украине. А на самом деле Украина и наши два города – Киев и Одесса – они хорошо поставлены сейчас на мировую карту андеграундной электронной музыки. И в данном случае в Киеве это клоузер, а в Одессе это порт. В то же время у нас в Киеве есть такие большие молодежные движения. Это схема, у вас это система, это агарти. То есть это разные места, разные локации. Но молодежь и более уже даже там среднего возраста, люди открывают для себя электронную музыку. Это хорошо, потому что электронная музыка – это очень интеллигентная современная культура. И я убежден, что за этим большое будущее, и это магнит большой туристический тоже. И чем больше будет туриста, соответственно, в интересах всех же горожан, чтобы городской бюджет наполнялся, чтобы работала вся система, которая в конце концов обернется благом для жителей города. Поэтому, да, эта часть важного вообще внимания, я убежден, даже для властей города должна быть. В Берлине, секрет это или нет, но треть, третий по размеру, третий по размеру статья дохода – это туристы, которые приезжают за электронной музыкой. По поводу провинциальности я вообще этого не чувствую. В каких-то проявлениях Одесса даже более современная, чем Киев. Я с вами в целом согласен, мы более этого увидели в порту, то есть понятно, что я не против современной культуры, электронной музыки, но есть негативная сторона, на которую жалуются люди, это я имею в виду, естественно, вещества, фрилав, беспорядочная какая-то жизнь, связанная с электронной сценой и с современным рейбом. Вас это все не смущает, особенно учитывая, что Анастасия участвует непосредственно в культуре? Я интересуюсь электронной музыкой уже, наверное, 16 лет, 2002-2003 года. То есть я это все вижу, наблюдаю вблизи, я не скажу, это стереотипы, знаете, ну как бы нельзя мыслить о культуре, просто на каком-то мифе, который придуман и проходит очень мало подтверждения в жизни. Вот, например, когда идет девушка в короткой юбке, ей сейчас стоит проститутка. Ну это стереотип, правда, ведь не обязательно наносить короткую юбку и быть при этом проституткой. Точно так же и здесь, если ты ходишь в ночной клуб, там играет электронная музыка, значит там все наркоманы. Наркоманы и проститутки, да, то есть можно быть тусовщиком и нормальным при этом человеком. Ну абсолютно, более того, мне кажется, это стереотип уже давно себя отжил. Нужно подходить ко всему со здоровой головой и холодной головой. То есть если ты идешь в ночной клуб, ты должен идти так, чтобы прийти домой на своих ногах, понимаете? Ответственно отдыхать. Да, и я вам скажу, для меня это даже интересно, потому что часто спрашивают, а ты там что-то? Я говорю, да я даже алкоголь не принимаю, вот на трезвую голову. Мне просто нравится электронная музыка, я иду туда за музыкальной эстетикой, понимаете? То есть вы на тусовке ничего не принимаете? Нет, конечно. Легализация наркотиков, да или нет? Есть ли регализация только от них наркотиков именно? Ну вот в современном мире вообще слово наркотики, оно тоже меняет свое содержание. Например, в Канаде в этом году и собираются легализовать эти наркотики, которые считаются в Украине криминализированными, до последнего времени считались. Если на самом деле это марихуана, она в Канаде становится статьей дохода. Ну, в Амстердалье точно так же, в Калифорнии точно так же. То есть это огромная статья доходов. Я считаю, что лучший способ борьбы с этим, это не легализация, а декриминализация, так сказать. То есть отсутствие уголовного наказания за это, отсутствие за потребление. Именно про марихуану речь. Да. В данном случае это приведет только к тому, что будет снижен уровень коррумпированности органов правоохранительных, которые создают иллюзию и видимость борьбы с этим, а на самом деле просто зарабатывают. И наполнение бюджета, потому что это должно быть легально и все. И таким образом, со временем я убежден, что украинское общество к этому придет. Потому что к этому пришло канадское общество, далеко не самое глупое. И к этому пришло американское общество, которое одно из самых продвинутых. Я не говорю про Нидерланды, где на сегодняшний день уровень IQ один из самых высоких вообще в мире. И уровень образования, уровень медицины и так дальше. Подходы борьбы с наркоманией, они должны меняться в современном мире. И часть должна быть легализована, часть имеется в виду марихуана. А часть должна быть замещающая терапия. Это то, например, к чему пришло сейчас европейское государство. Они таким образом спасают людей зависимых от уголовного мира. Они обрезают связь коррупционную между системой сбыта и политикой. Они обрезают уголовные связи уголовного мира. И они спасают, по сути дела, людей, вынимая их из этой черной зоны через замещающую терапию. ЛГБТ. Вы часто поддерживаете сообщество у себя в Фейсбуке. Почему для вас это так важно? Это вопрос прав человека. Я считаю, что это такие же граждане, как и люди, которые используют традиционные ценности. И их права должны быть гарантированы. Потому что функция государства – это функция сервиса. То есть государство мы не должны рассматривать как какую-то сакральную вещь. Государство – это репрессивная машина, которая как маховик или как каток катится и все кости переламывает. Нет, государство – это сервис, который обслуживает все граждане. Соответственно, если мы, как граждане Украины, рассчитываем, что государство дает нам определенные сервисы, определенные функции. Соответственно, все граждане должны их получать. Соответственно, если есть какое-то ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ-пара, они должны быть гарантированы в своих правах, точно так же, как и простые люди. И исповедующих традиционных... Это является нарушением в первую очередь морали. Речь идет о том, чтобы эти люди не чувствовали себя людьми второго сорта. Свобода слова. Если статья навредит интересам страны, например, воюющей страны, стоит ли ее писать? Это очень субъективно, потому что такой инструмент, как навредит воюющей стране, используют коррупционеры. Это попытка наложить цензуру по ним. Потому что, чтобы не писать о плохом, не делайте плохого. Если вы воруете деньги из бюджета на оборонных заказах, а потом, когда это вскрывается, вы кричите это на руку врагу, так не воруйте. Тогда не будет на руку ничему врагу это работать. Сейчас в парламенте возникла безумная инициатива одного из депутатов, который хочет вести цензуру в интернете. На основании следователя пишет какое-то обращение, и сайт блокируется. Даже без решения суда. Да, без решения суда. Это абсурд. Такого нет ни в одной целезонной стране. Если вам не нравится, что вас критикуют, не занимайтесь коррупцией и вас не будут критиковать. У меня такой был интересный случай. Хорошо, я вам расскажу. Я подвернулся под руку. Когда-то я ездил в Калифорнию, когда выпускаю Лазаренко из тюрьмы. Павел Лазаренко – это бывший премьер-министр, который отсидел 8 лет в американской тюрьме. Я написал книгу, он вышел в 4 утра, мы его пропустили, потому что мы приехали к 7 утра к тюрьме, уже он вышел на свободу. И потом я и другие журналисты, мы поехали из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, к дому, где живет его жена и дети. Надеясь, что он находится в этом доме. Но мы приехали, это уже был поздний вечер, темно было, мы приехали к этому дому. Нам никто не открыл, но там, скажем, через окна было видно, что на стенах висят фотографии детей Лазаренко. Я сфотографировал эти фотографии, но я их не публиковал, потому что я посчитал, что дети, здесь никакой общественной значимой информации в фотографиях детей Лазаренко нет. Его малолетние дети, несовершеннолетние, 5-6 летом было. Конечно, это могло доказывать какие-то дополнительные доводы в пользу того, что это его дом, в котором живет его семья. Но я это и так знал. Публиковать фотографии его детей, которых я увидел через окно, в этом не было никакого смысла, я их не публиковал. В данном случае тут общественный интерес не играл никакой роли. То есть не было общественного интереса в том, чтобы фотографии его, нарожденных в Америке детей, публиковать на сайте. Пока вы работали журналистом, какая была самая большая сумма или самое жирное предложение, которое вам делали, чтобы вы не выпускали материал или выпустили материал, скажем так, немножко в другом? Да, до такого никогда не доходило. Да ладно. Даже меньше, там, мы с вами по уровню. Ко мне бывало такое, что, знаете, так намеком приходили, ну, даже не после отдыха интервью, скажем так, с одним из... Ну, понятно, что не с сумкой и деньгами, но так как-то... С больших футбольных таких олигархов, он такой говорит, ну, хочешь, в конце месяца ты будешь получать конверт? Я говорю, нет, спасибо, я не хочу. Он говорит, ну, мы так работаем со многими журналистами. То есть сумма не называлась, но его намек был однозначно, что вот если хочешь, мы тебя готовы доплачивать за твою, как бы, лояльность. Я сказал, нет. Другие говорили, там, ну, если что, обращайся, если нужны какие-то деньги, там, и так дальше. Ну, так вот, чтобы до этого озвучивания сумм даже не доходило. В бывшей партии регионов был вице-премьер, один, который любил звонить и устраивать скандалы по телефону, обвиняя во всех смертных грехах, но, как бы, не деньгами, он как бы психически давил, что вот вы там агенты... Очень через угрозу, получается, да? Ну, такая была угроза на грани истерики. Информация. Источники информации. Телек или интернет? Ну, телевизор у нас дома есть, но он использует функцию, как видеоплеера. То есть мы телевизор дома не смотрим, хотя, я знаю, это как Чукча не писатель, Чукча читатель. Извините за этот строк, вы знаете, непредкорректно, но я в данном случае в телевизоре скорее появляюсь сам, чем смотрю его. Поэтому больше интернет, да. Интернет – источник информации. Есть ли в Украине свободные СМИ, если да, то кто это? Я ориентируюсь на целый ряд, ну, в Киеве живу и киевских знаю. Это «Украинская правда», это «Новое время», это «Зеркало недели», это «Грамматики», это «Радио Свобода», это, так, кого я забыл еще, 24-й канал, у которого у меня есть видеоблог, я знаю, то есть поскольку я там выступаю и любую тему могу озвучить, я знаю, что там есть «Свобода слова». Вот я вам назвал эти шесть медиа, которые, как минимум, так сходу я могу озвучить. Но я убежден, есть еще много медиа, которые я, может быть, меньше их отслеживаю, но исповедуют правильные, свободные стандарты журналистики. Популярный вопрос, который обсуждается в Украине, это, значит, артисты вне политики. Даже ваша супруга Анастасия с этим сталкивалась, такие, блин, на Фейсбуке неприятные ситуации, когда ее обвиняли в каких-то симпатиях к России, нелюбови к Украине, день вешиванки, вот, тоже был два года. Ну, это было из контекста истории. Как вы считаете, вообще, артисты, они вне политики, могут ли они выступать в России, могут ли потом сюда к нам приезжать выступать, допустим, в Одессе, у нас часто концерты срываются. Моя супруга не выступает в России. Последних, наверное, три года этого не было. И в целом, это она делает, скорее, из своих гражданских соображений. Хотя, с другой стороны, для меня вообще вопрос, он выступает из России, привозит потом деньги в Украину, то есть он выходит, что он еще и страну нашу обогащает. А это то же самое, что, например, с Усиком, да, кричали, зачем Усик бился в России. Да, Усик, это хорошо ли было к обоему? На самом деле, по моему мнению, это хорошо, но часть общества считает, нет. Я, как бы, эту часть общества понимаю, но в то же время я мыслю рационально, я понимаю, что и с точки зрения исторической, и с точки зрения политической он принес благо, а не проблему, понимаете? Точно так же с артистами. Если артист выступает в России и привозит в Украину деньги, и при этом он остается на гражданской позиции патриотичной, нет в этом такой проблемы, которую пытаются нарисовать. То есть это... То есть, допустим, Дорна рассчитывая несправедлива? Кого? Дорна. Ну, насколько я помню, там проблема была не с его выступлением, а с какими-то высказываниями. Началось высказывание у Дудя, там, где он сказал, что, мол, это конфликт, ссора, не война и тому подобное. Я не хочу сейчас уже вдаваться в комментарии. Конечно, война есть, проблема между странами есть. Я бы не хотел, чтобы это перестало в проблему между народами или между нациями, потому что, в конце концов, я сейчас читаю интересную книгу про то, как была создана компания Nike, обувная компания Nike, и как раз первые заказы размещались на заводах Японии. Американская компания размещала в Японии, и основатель компании Nike, он, когда это все запускал, у него тоже были серьезные моральные переживания, потому что Япония и США, они были в состоянии войны, во время Второй мировой войны, и Япония напала на Америку, и поэтому десятилетия после окончания войны американцы рассматривали Японию как потенциального врага. И они не понимали, как можно размещать что-то американское, производство в Японии и так далее. На самом деле, спустя вот уже 70 лет после окончания войны, уже этой проблемы нет, дилемма исчезла, и со временем так будет между Украиной и Россией, убежден. Мы соседи, и мы друг другу никуда не денемся, мы не сможем, знаете, переселиться на другую планету, или они там куда-то переехать. Все равно между нашими странами всегда это соседство останется. Но это должно быть соседство основано на взаимном интересе, как между США и Японией, а не между братскими, знаете, угнетателями и угнетенными, когда под вывеской братства происходит такая политика. Поэтому я вообще в данном случае считаю, что история, рано или поздно, сближение между народами и нациями, она произойдет. Но она должна происходить на условиях равноправия и без зазихание, да, на территориальную цель снесеннейшую державу. То есть России придется заплатить ту цену, которую она должна заплатить за свои преступления. Но при этом Украина не должна стать вражеской в отношении российской культуры, там, российской литературы и так далее. То есть я считаю, что если мы наделены такой возможностью знать русский язык, то мы нас это делаем только богаче. То есть наш украинский опыт, основанный на знаниях русского языка, русской культуры, он делает нас более конкурентоспособными, как нации. Но дефолту просто один навык. Абсолютно. Лучше украинские журналисты. Не люблю такие вопросы, потому что, во-первых, в эпохе разные журналисты. И давайте скажем, что украинский журналист лучше. Мы его имя, может быть, узнаем позже, да, потому что те, кто опытные журналисты, их имена и так на слуху. И если кого-то называть одного, то там возникнет сразу ревность. Да, почему нет их? А молодое поколение, оно сейчас подрастает. И я бы хотел, чтобы вот в молодом поколении были настоящие звезды, которые будут идти на пролом, разоблачать и коррупцию, и социальную несправедливость, и какие-то нарушения со стороны государства. И при этом изменять ситуацию в стране к лучшему. Блогеры. Кого вы читаете, кому доверяете, есть ли независимые? Блогеры вообще? Это, конечно, ну, блогер для меня, он и журналист. Ну, давайте скажем так, президент Трамп это блогер или нет? Если он блогер, тогда его читают, да, он самый известный блогер, который я читаю. Потому что у него твиттер, это его форма коммуникации с миром. Для общественных мнений украинские в фейсбуке, за кем вы следите, кому вы доверяете? Ну, я бы не сказал, что есть какие-то имена там необычные. То есть это те же самые журналисты, которыми я отслеживаю их журналистскую работу, так же самое я их и в фейсбуке читаю. То есть вы особо не разделяете? Блогер, журналист, сейчас все перемешалось? Ну да, да, да. Пожалуй, так. Что для Украины важнее, оборонка или война с коррупцией? Я вам дам непопулярный ответ, но я увижу, что коррупция это основа. То есть если бы украинское государство было справедливое, если бы государство было честно, без коррупции, соответственно, украинская армия была бы боеспособна. Соответственно, не было бы такой легкой Украины жертвой агрессии и добычи для России, как это произошло в 2014 году, во-первых. Во-вторых, если бы украинское государство было справедливое, если бы оно было без коррупции, то граждане, которые живут, например, в Крыму, они были бы настроены более проукраински, соответственно, они бы так легко не поддались этой агрессии России. То есть в первооснове лежит коррупция и порожденная коррупция, несправедливость, нечестное государство, обман, который является фундаментом этой всей системы коррумпированной. Главный коррупционер страны? Это безымянный чиновник, я думаю, с которым сталкивается миллион наших граждан. Это собирательный образ, а все-таки личность. Я скажу, что роль президента чрезвычайно важна. Нельзя преуменьшать эту роль. От президента зависит, какие вопросы в парламенте возникают, как себя ведет генеральный прокурор, чем занимается спецслужба, какие вопросы возникают в повестку дня парламента, какое формируется под конкретное голосование большинства голосов, и потом, как рассчитываться с теми депутатами из других олигархических фракций, которые за это голосуют. То есть президенту для того, чтобы бороться с коррупцией, намного у него больше в руках инструментов, чем у любого другого чиновника. И если президент имеет добрую волю с коррупцией побороться, то государство может быть совершенно по-другому по сторонам. То есть я вам скажу так, из личного опыта я вижу очень много утраченных возможностей, только потому что президент не был союзником в борьбе с коррупцией. Потому что президент выбрал свои личные карманы.